Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас приветствую в программе на телеканале «Импакт» с тем, чтобы мы могли и это утро вместе с вами посвятить тому, что дает жизнь. Каждый из нас имеет свое начало дня, и есть какие-то принципы, по которым мы можем начинать, есть какие-то правила для нас, как минимум утренний мацион, завтрак, но есть то, что питает нашу душу, и без этого нельзя оставить наше сердце, наш разум, нашу внутренность. И поэтому размышления над Словом Божьим, молитва, это то, что может на самом деле производить перемены в умах, сердцах и давать благословение на день, который грядет. И поэтому я хочу сегодня эту программу начать с молитвы вместе с вами. Помолиться тому, который дает смысл, и тому, который дал нам вступить в день новый, а значит, обновил над нами милость. Нам есть за что благодарить Бога, нам есть о чем с Ним разговаривать. И те вопросы, которые у вас могут возникать по жизни, либо возникают в течение наших общений. Пусть ничто вас не удержит задать этот вопрос, и мы можем вместе с вами его разобрать и вникнуть в те ситуации, которые вас волнуют. А для этого сейчас мы и пригласим того Господа, который дает нам жизнь, который дал нам веру и который усовершает эту веру в нашей судьбе. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Я благодарю Тебя за каждого телезрителя, кто сегодня это утро и этот новый день начинает с нами. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам проснуться. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам свет, который видят наши глаза. Я благодарю Тебя за новую возможность, которая дается для того, чтобы мы могли жизнь эту на всей земле иметь плодовитой, иметь результативной. И для этого нам нужна Твоя вера, и для этого нам нужны Твои возможности. А вера в то, что Ты можешь сделать, пусть приходит в наш дух и расширяет наше мышление. Я благодарю Тебя, Господь, что мы можем сегодня с Тобой об этом говорить, потому что не хотим оставаться на том месте, где мы сегодня находимся, но желаем продвигаться вперед, желаем открывать свое сердце пред Тобой. И пусть небесные окна будут открыты над нами. И я благодарю Тебя, что мы можем молиться к Тебе и получать от Тебя ответы. Я благодарю Тебя, что мы можем обращаться к такому Богу, который был, есть и грядет. Который сказал, воззови ко мне, я Тебе отвечу. И пусть данный эфир будет благословением для каждого человека, кто будет свидетелем этого слова. И пусть Твое помазание оно течет. Пусть Твоя мудрость, она созидает нас изнутри. И пусть защита Твоя и ангелы Твои ополчаются вокруг каждого из нас в течение этого дня. И пусть дела, которыми Ты дал нам заниматься, будут успешными. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как делать нас, как деревья, посаженные при потоках вод. Потому что Ты насаждаешь у потока. Потому что Ты даешь нам возможность корнями углубляться в Твои воды. И пусть эти воды нас питают, и плод будет в свое время. И листья не завянут. Благодарю Тебя за это, Господь. И поклоняюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы уже касались первой программы первого псалма. И сейчас я хочу от него оттолкнуться тем, чтобы сказать те параметры, о которых описано в этом псалме, насколько они практичны. Когда мы говорим о дереве, то это достаточно много лет живущее в природе существо. Или сама по себе природа дерева, она многолетняя. Особенно вы знаете, какие есть деревья, которые живут не один даже век, переживая многие поколения. И таким образом Господь говорит, что ты не будешь как трава, которая сегодня есть, а завтра брошена в печь. Хотя, так многие люди, они тоже, как параллель Иисус через пророков Господь проводил, и Иисус об этом говорил, связаны с образом травы. Но он говорит о наших детях, он говорит о нас, а ваше потомство будет как ива среди травы. Разница между ивой и травой огромная, как дерево или как трава, которая очень быстро засыхает. Особенно в вашей местности, когда можно видеть уже, может быть, не один месяц траву, которая засохла. Поэтому, когда мы говорим о деревьях, у них есть своя привилегия – количество лет. У них есть возможность корнями углубляться больше и глубже, и доставать ту воду, которую не достанет трава. И есть еще привилегия жить в здравии, потому что листья зеленые – это образ здоровья. А плод, который приходит именно в свое время, он не может быть каждый день плод. Мы работаем на плод в течение какого-то времени и внутри нашего сердца, и снаружи как действие. А это то, что направлено на умножение плода. И, как я уже говорила, что плод не возникает только в одиночестве, если это дерево само по себе. Ему нужно опыление. Опыление от цветков или опыление от насекомых, которые переносят пыльцу с одного цветка на другой. И таким образом, что происходит? Происходит рождение плода, который начинает удовлетворять, и надо сказать, не само дерево, а удовлетворяет тех, кто к этому дереву приблизился. Тех, кто хочет поесть от этого дерева. И поэтому наши с вами плоды – это то, что накормит других. Это то, что привлечет внимание других. И поэтому в данном случае опять мы видим взаимодействие, взаимоотношения. И жизнь веры – это жизнь на отдачу себя другим. Это не значит, что себя не надо знать, помнить, понимать. Как раз-то наоборот, потому что возлюбить Бога всем сердцем, а потом ближнего, как самого себя, говорит о том, что надо учиться любить себя правильной любовью. Не эгоизмом, который притягивает к себе все, что видит, и желание других подчинить под себя. И этой природы вокруг нас достаточно, но она никого не делает счастливыми. Не того, кто это делает, и не того, кого подчиняют. А вот та любовь к себе, которая потом будет проецирована к ближнему – это понимание того, кто ты. Это понимание того, какая природа в тебе уже насаждена семенем Господнем. И сейчас во имя Иисуса Христа я хочу благословить каждого из вас в этом эфире. И поэтому, если у вас есть желание присоединяться к нам и быть собеседниками, то звоните, и мы с вами будем иметь этот контакт в общении. Телефоны вы увидите на экране, они периодически будут появляться, чтобы мы с вами могли иметь живой мост. Ну, а сейчас я хотела бы с вами еще вернуться, говорить о вере. И вы знаете, это тема, которую можно вычерпывать достаточно долго, и мы сегодня еще продолжим о ней говорить. На мой взгляд, люди, которые живут под именем христиане, это очень ответственная позиция, потому что мы уже как-то касались этой темы. Мы не названы иисусовцами, хотя по имени последователя, последователи называются по имени того, за кем идут. Но в данном случае мы пошли за помазанием, или, по крайней мере, иисус, который пообещал, что это помазание, оно будет и на нас. И поэтому он поделился властью, делегировал ее, он дал определенные основания для нашей жизни, заложил этот фундамент, а дальше смотри, кто как строит, из чего мы строим, с какого материала мы строим. И потому в данном случае нам очень важно анализировать себя, уметь это делать, не бояться это делать. И если нас разочаровал наш уровень веры или наш результат веры, то в данном случае не прятать голову, как страус, а поговорить с Богом об этом. Господь, я на другой плод рассчитывал, что не так со мной, внутри меня или в моем мышлении, когда я думаю о тебе, о себе, о призвании. И если обнаруживаю, что не так, то с этим разбираюсь. И разбираться нам помогает, опять же, Божье Слово. И сейчас я хочу с вами просмотреть еще несколько текстов. И прежде всего хочу оттолкнуться от того, что если мы хотим преуспевать в жизни, то важно не опираться на свои мысли, на свои чувства и на свой опыт. Вот если мы только будем на это опираться, то мы будем, во-первых, мы плод общества. Во многом мы плод общества. Когда мы говорим, что на нас влияют родители, на нас влияют школа, влияют друзья, влияет все, что связано в обществе, СМИ и так далее. То есть где идет информация и какая информация попадает в нас, она начинает нас сформировать. Она формирует наши отношения, она формирует наш выбор. В конечном итоге вроде бы мы выбираем сами, но выбор без информации не происходит. Значит, если это частичная информация, то выбор может оказаться ложным. Поэтому нам важно иметь как можно больше правильной информации, из которой или исходя из которой мы можем сделать правильный выбор. Поэтому, когда мы говорим о мыслях и мнениях своих, то люди говорят, а я так думаю, я так мыслю. Вот мое мнение такое. Хорошо, если твое мнение основано на Божьей позиции. Тогда оно будет соответствовать ей. Если это мнение связано, опять же, просто с человеческим опытом, то его лучше проверить, до какой степени он, этот опыт был полезен для вас и насколько он будет полезен для следующего человека, с кем вы делитесь. Поэтому апостол Петр говорит такие слова, потому что строить свою жизнь на своих мнениях и своих мыслях – это опасно. И потому Петр предлагает нам это сделать на Божьих обетованиях. Каким образом мы можем прийти к успеху, плоду и к радости в жизни? Если мы на эти вещи уже поставили крест, потому что кажется, что радость будет настолько ждать вечность, ну, во-первых, я скажу, что это реальная ошибка, потому что радость перед Господом – подкрепление для нас. А подкрепление нам надо здесь, пока мы на земле. Подкрепление вечности, оно будет естественным образом происходить там от всего, что нас окружает. Здесь же нам на земле необходимо подкрепление не от внешних обстоятельств, а от того, чему Бог определил нас подкреплять. А это не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, и радость перед Господом – подкрепление для вас. У меня вопрос сейчас ко всем телезрителям. Как давно вы искренне от души радовались или смеялись над чем-то, либо просто в вашем сердце вот эта радость уливалась в веселом, разливистом смехе? Как давно это было? Как часто это происходит? Это следующий вопрос. И как вы себя чувствуете после этого? Может быть, кто-то начинает себя осуждать, потому что, ой, зачем я так рассмеялся, я же праведник. Может быть, кто-то говорит, а чему радоваться? И вы знаете, в чем есть обман в жизни, на который многие попадаются? Из всего множества, что нас окружает, выделяют то, что является сегодня нерешенным вопросом, либо проблемой, которая вам кажется непреодолимой, и это лишает радости от того, что вы уже достигли, то, что уже Бог дал, и в этом получается такой парадокс. Господь нас благословляет, но не всем сразу. И, кстати, Он об этом предупредил еще и израильский народ. Я буду постепенно освобождать землю, чтобы вы ее осваивали, чтобы дикие звери не заняли ту территорию, которую я вам дам. Исходя из этого, Он предлагает освоить то, что у тебя уже есть, и этому начать радоваться, и с этим начать иметь контакт. Но тогда, когда фокус постоянно смещается на то, чего нет, то то, чем ты обладаешь, не реализуется, а значит, не приносит радости. Либо нет благодарности в сердце за то, что есть, но я хочу получить больше. И в этом есть тоже вопрос нашей веры, так как мы касаемся веры. И здесь апостол Петр говорит, а вы приложите к всему все старание. Вот к этому надо приложить старание, как выстраивать взаимоотношения. Потому что все перечисленные до сих пор моменты любовь, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. И вот это все, оно связано с взаимоотношением. О каком благочестии идет речь, если ты сам по себе режиссер? Если ты живешь где-то отшельником, где-то ты живешь, отделив себя от всего мира, и не хочешь с ним никак контактировать, то о каком благочестии идет речь? Кстати сказать, само слово благочестие, кто из вас как понимает? Потому что это тоже слово, которое с одной стороны вроде бы понятное, но с другой стороны у каждого есть свое содержание для этого слова. Так вот, благая честь, это кому честь, тому честь. Уметь почитать других людей. Уметь почитать Бога. Если человек себя отделяет от общества или считает, что вокруг него столько людей, которые недостойны почтения, то это говорит о том, что нет благочестия. Благая честь – это увидеть Божью природу в каждом человеке. И это тоже наша с вами ответственность. И здесь это слово не стоит на первом месте, потому что до этого есть уже добродетель, который проявляется в вере. То есть мы вчера с вами коснулись этой темы. Вера с делами или вера без дел. И вот вера может иметь дела добродетели, как часть дел, но и, конечно же, там у Иакова больший акцент на делах веры, потому что тех, кого он там приводит, и мы вчера говорили о Рао-блуднице, дела ее, они не были делами благочестия, они не были делами такого чистого поведения, а они были делами веры, потому что она узнала о Боге, который шел перед израильским народом. И ее сердце склонилось поверить этому Богу, поверить тому, что Бог сделал, и здесь он это продолжит. Поэтому, когда мы говорим о вере, то в вере необходимо что-то показать. Так вот, в вере, прежде всего, добродетель как, еще раз говорю, как часть нашей веры. Но в добродетеле рассудительность, а вот рассудительность – это то, что уже нам помогает понять, почему и как, и для чего, и когда мне необходимо что-то делать. И в этом смысле рассуждение в присутствии Божьем будет очень важным. Не рассуждение от логики человеческой, потому что, еще раз повторяю, дела, которые нам поручает Господь делать, они выше нас, они больше нас, они масштабнее нас. И поэтому, когда мы хотим что-либо изменить или сделать вокруг нас, то Господь предлагает нам сразу масштаб. И в этом смысле наша ограниченность начинает кричать. А как я могу это сделать? Ну скажите, когда Господь сказал, скажите горе, и она вернется в море, что Он имел в виду? Что наш голос – это подъемник? Что Он передвинет гору? Что Бог имел в виду, когда Он это сказал? Скажите горе. Идет речь о том, что, когда ты говоришь в вере, когда ты говоришь в уповании на Бога, и твоя маленькая вера, даже маленькая, но соединенная с Божьей, становится способной передвинуть гору. Вот о чем идет речь. А не то, что сам человек в состоянии это сделать. Конечно, нет. Но Он говорит, ваша задача – сказать горе. Ваша задача – не концентрироваться на горе, а сконцентрироваться на мне. И вот в этом и есть рассуждение. Я рассуждаю не о том, могу ли я или не могу это делать, а я рассуждаю о том, а что Бог делает сейчас, а что Господь хочет делать. И в этом смысле я начинаю свою веру подчинять тому, что делает сейчас Господь. Соответственно, в добродетели – рассудительность, а в рассудительности – воздержание. Воздержание – это часть, которая требует от нас определенных ограничений, которые мы сами себе ставим. Уметь воздерживаться от того, что является кричащим в нашей жизни. Дело в том, что потребности духа, потребности души, потребности тела, о которых мы с вами говорили, самые кричащие из них – это потребности тела. То есть если вы являетесь голодным человеком, то вы сразу об этом знаете, и причем мыслить о чем-то другом бывает сложно. Когда желудок вам кричит, что он хочет есть, когда все тело, каждая клетка, особенно если это затянувшийся процесс, то вам хочется есть. Точно так же с жаждой, когда хочется пить. Человек мало о чем может думать, когда он в пустыне, как только ему хочется пить. Это единственное слово, которое у него появляется на устах – это пить, пить, пить. То есть насколько умеет кричать наше тело. Когда мы хотим спать, даже самые интересные какие-то вещи, общение и так далее, оно все равно может нас не сохранить в бодрости, потому что происходит отключение организма. Он просится на отдых. И это, кстати сказать, самосохранение организма, потому что проводили страшный эксперимент по этому поводу, и один человек, один, кстати, ведущий телевидения, здесь в Америке, сказал, что он 7 суток готов работать и не спать, а проверить, до какой степени он вносливый и сможет это сделать. И то есть перестал отвечать на запросы те, которые в тело встроены Богом, как защитный механизм. На третьи сутки он лишился рассудка, и его назад уже не смогли возвратить. Почему это так серьезно? Потому что наш организм обновляется во время сна, и ему необходимо определенное количество часов, для того, чтобы произвести определенную работу в нашем организме по восстановлению того, что было утрачено в течение дня. И поэтому в этот момент происходит восстановление, как, знаете, как медицинские сестры, что ли, вот эти наши каретки в ДНК ходят, для того, чтобы все-все подправить. И поэтому, когда человек спокойно спит, когда в его организме есть вот этот запрос, он на него отвечает, почему так важно перед сном разобраться со всеми вопросами, которые тебя волновали в течение дня, передать их Богу. Вот посмотрите, как жизнь по вере, она может превратиться с одной стороны в правило, и я просто по правилу живу, и с одной стороны где-то это лучше, чем без этого правила, но все-таки, чтобы оно не превращалось в какую-то бытовую составляющую, а молитва, пусть она всегда будет живой, когда вы можете разговаривать с Богом, когда вы можете молиться, когда вы можете читать, когда вы можете прославлять Бога, чтобы это шло от сердца. И когда вы кончаете день, когда он завершается, и вы можете сказать, Господь, все, что меня волновало, все, что я делал, я передаю в твои руки, и я иду спокойно спать, как Давид говорит, спокойно ложусь я и сплю, ибо ты один даешь мне жить в безопасности. Он увидел эту закономерность, и поэтому мог отдать ему свои заботы и лечь спокойно спать. Поэтому, друзья мои, это важные вещи, которые нам кажутся бытовыми и простыми. На самом деле наше тело умеет кричать о его потребностях. Но почему-то не совсем так громко кричит наша душа и наш дух. Душа отчасти тоже больше кричит, чем дух. Либо мы его мало слышим, либо мы уже начинаем это узнавать поздновато. Тогда, когда не питается дух, он не крепкий. А если дух немощный, если дух надломленный, то Соломон обнаружил такую закономерность, что если ты в день бедствия оказался слаб, то бедна сила твоя. И если надломлен дух, то как ты выдержишь то давление испытания, которое приходит в нашу жизнь. Поэтому питание или забота о нашем духе – это наша ответственность и не ожидать, когда он уже ослаб и когда он уже упал, а подкреплять его как можно в системе больше и качественно. Соответственно, для размышления над текстом библейским не надо иногда много времени проводить в чтении, если у вас его не хватает. Но возьмите хотя бы тот кусочек, который является обетованием. Кстати, сколько обетований в Библии? Я, правда, сама не считала, но мне пришлось слышать, что их 7 тысяч. 7 тысяч обетований – это довольно много. Это на несколько лет, на каждый день у тебя есть возможность встать на какое-то обетование. И когда мы берем эти обетования в свою жизнь на начало дня, мы об этом можем размышлять. Мы об этом можем говорить с Богом. То, особенно, что у нас выпадает. И потому воздержание в данном случае предлагается сделать к телу, потому что оно умеет кричать, и око человеческое ненасытимо. И если чем мы больше можем расширять свои пределы и желудка, тем больше он будет требовать. То есть есть какие-то свои ограничители, которые нам важно поставить в своем теле. А вот уже потом заняться или отвечать на запросы души и духа в системе, и чем больше, тем лучше. Потому что расширять пределы аппетита духа это может происходить только в момент, тогда, когда мы едим. Вот как аппетит приходит во время еды, так и жажда по общению с Богом умножается во время общения с Ним. И чем больше перерыв или дольше перерыв в этом общении, тем меньше желания, тем больше оправданий, что у меня не хватает времени, что у меня сегодня маленькие дети, либо у меня много работы и так далее. Но тогда, когда ты понимаешь, что твой дух, он ослабнет, и ты не сможешь потом выдержать то давление, которое все равно придет, то праведник молится заблаговременно, и он действует заблаговременно, и тогда разлитие многих, вот, его не достигает. И поэтому то, что у нас с вами есть такая возможность говорить с Богом, общаться с Ним, выражать Ему свои желания, и воздержание ставить на уровень тела, а на уровень духа и души высвобождать, наоборот, то, что является Божьим подкреплением для нас. Итак, воздержание и терпение, а в терпении и благочестии. Посмотрите, вот эта связь, к которой мы подошли сейчас к слову благочестия, сколько этапов до того, когда благочестие становится образом жизни, только после терпения. А терпение мы выражаем не тогда, когда мы одни сами с собой, и нам себя надо научиться терпеть. Я вообще такого не слышала, чтобы себя человек учился терпеть. Как правило, он терпит кого-то. Он терпит что-то, что не соответствует его критериям. Либо сейчас не очень ему хотелось бы иметь то, что он слышит или видит, или то, что его окружает, связанное с другими людьми. Терпение нужно к другим. И поэтому и благочестие вырабатывается тоже к другим, к людям, которые сегодня вокруг нас. И благая честь – это часть нашей веры. То есть, когда я знаю, что во мне живет Бог, то если во мне, то и в другом. Если через меня проявляются дары Божьи, значит, и в другом они есть. Раскрыты или нераскрыты? Если есть дары и нераскрыты, то задать вопрос Богу. Как я могу быть полезен для этого человека? Чем быть полезен, чтобы помочь ему раскрыть его дары и таланты? Особенно, если это дети вокруг нас. Если это близкие наши, кому необходимо это сделать? Безусловно, насильно ничего не дашь. Если человек не соглашается на вашу помощь, то вы можете только благословлять молитвенно и просить, чтобы Господь нашел тех учителей, тех людей, кто будет в авторитете у ваших детей, и в конечном итоге эту работу с ними совершал. И тем более, когда мы уже с вами говорили, что Бог обещал нам, это одно из семитысячных обетований, что Бог сказал, что дети ваши будут делом моих рук. И вы это увидите, и лица ваши не покраснеют от стыда. То есть, результаты, которыми Бог обещает наделить нас в наших детях, они будут радовать и нас, и Бога. Итак, благочестие, которое, если мы учимся обнаружить Божью природу в другом человеке, то это нас выводит на почитание его. И причем апостол Павел очень дал интересную, простую схему почитать один другого высшим себя. Это не значит, что если я увидел человека, надо себя сразу унизить. А это значит, что в нем обнаружить то, чего нет в тебе. И это, как правило, сделать-то нетрудно, если особенно задаться целью. Вы, может быть, талантливы в одном, а он в другом. И вы видите в нем ту часть Бога, которая выражается вот в его талантах. И поэтому вы это можете ему сказать. И здесь я хочу еще вам дать один такой тестовый вопрос. Посмотреть, даже в течение сегодняшнего дня, который наступает, или для кого-то уже наступил несколько часов назад, как много я смогу сегодня заметить чего-то доброго, отличительного, но Божьего в другом человеке. В моих детях, в моих мужа или жене, в моих домочадцах, либо в тех, которыми меня сегодня Бог наделит в общении, на работе, на учебе. Как много этих людей или как много и в них я смогу обнаружить в Божьей природе. И сказать им об этом. Вот это бывает сложней, но благая честь – это выразить свое почтение по отношению к другому человеку того, что ты почувствовал. Научиться это делать, и вы знаете, почему-то это очень трудно делать, особенно тем, кто никогда это не делал. Это очень бывает сложно начинать говорить другому, слушай, в тебе так это здорово видно, проявляется такой и такой Божий дар, у тебя есть такие таланты, давай, может быть, я чем-то помогу тебе и в этой части твоей жизни, либо я просто восхищаюсь тому, что делает Бог через тебя вот на этом или на этом этапе пути, либо в этой сфере общества. И сказать такого рода слова бывает непросто. Слава Богу за тех людей, кто это делает легко, потому что есть еще такой тип характера, когда людям легко это выражать, но это далеко не все, и практически всем людям надо преодолевать какой-то рубеж в этом направлении. А теперь еще один вопрос. Если себя сравнить по тому, как много вы готовы высказать недовольство в адрес другого человека. Вы знаете, то, что мы сейчас с вами говорим, это идет речь о вере в практике. До какой степени я верю Божьему Слову и его применяю на практике? Например, то, что я сейчас сказала, не обязательно много читать и часами сидеть с Библией, а потом пойти и вообще забыть, о чем ты читал. И делать так, как ты делал до этого. Смысла от этого мало. Конечно, вода, она омывает. И пока мы постоим под душем, даже если мы никаких других больше действий не делаем, все-таки вода, она в какую-то степень сделает свое дело. Но когда предлагает нам Господь исследовать Писание, то идет речь о проникновении в суть того, что ты прочитал. В суть того, что можно применить на практике. И вот сейчас-то мы с вами как раз и говорим о практическом слове веры в нашей жизни. Если апостол Петр сказал, а вы приложите к всему все старание, то вы знаете, что старание прикладывается не к тому, что легко получается, не к тому, что легко делается, а к тому, что надо на самом деле приложить усилия и быть в этом постоянным, и увидеть, как постепенно в нас меняется отношение к тому или иному человеку, к делу, к нашему правилу жизни, которая теперь уже преобразилась, и я могу не только недостатки видеть и о них говорить, но говорить о добром в человеке и сделать это приоритетным в своей жизни. Если христианство 21 века поставит такую задачу, и вы знаете, не ждите, пока эту задачу поставит кто-то, вы это можете начать с самого себя. В течение дня скольким людям я смогу сказать доброе слово с учетом того, что я в них обнаружу как Божью природу? Потому что если я смогу правильно отреагировать на какие-то, может быть, даже негативные вещи в жизни этого человека, то есть терпение проявлю, но обнаружу в нем то, что вызывает во мне благочестие, потому что я начинаю благо отдавать и честь этому человеку по его статусу, либо по его таланту, либо по Богу, проявленному в его жизни, либо по талантам, которые Бог положил, и теперь они могут быть раскрыты или уже раскрыты. И я начинаю говорить, что это очень ярко видно в вашей жизни или в твоей жизни, и таким образом я себя начинаю подтягивать на какой-то уровень понимания сути вещей. В связи с этим я хочу вместе с вами, друзья мои, переговаривая или обговаривая эти вопросы, показывать, что мы-то с вами всего прочитали восемь стихов, а говорим уже больше, чем полчаса над этими восьми стихами. Даже мы к восьмому это еще не подошли, а мы подошли только к шестому. И вот размышление над Божьим Словом, оно может занять у вас часы, пока вы едете в машине, пока вы занимаетесь домашними делами, пока на работе у вас есть возможность, руки делают, а разум о чем-то размышляет Божьим. Вот что такое быть деревом, посаженным при потоках. Вот это тот, который пребывает в Слове Божьем день и ночь, размышляет о нем. Оно в него попало, как семя, и он теперь его обволакивает этой почвой. Вы знаете, что семя само по себе не может принести урожая, если оно не попало в почву. А почва, она начинает взаимодействовать с семенем. И вот это взаимодействие почвы с семенем нам известно в нашей природе, окружающей нас. Но ведь с нашим сердцем происходит то же самое. Если туда попало семя, то оно начинает взаимодействовать с почвой. Каким образом? Земля отдает силу, свою силу, для семени. И семя начинает давать то, что в него вложено. По сути, семя берет власть над почвой. В том смысле, что оно начинает притягивать на себя все ресурсы земли, чтобы теперь, кстати сказать, что сделать? Умереть. И тогда семя умирает, когда оно взяло от почвы все, что нужно. Но теперь вступает почва в силу. Когда она отдала свою энергетику, когда она отдала свои ресурсы, то теперь это семя, напитавшись от этого, дает расток новому. Видите, как происходит интересно в этом мире. Умирает одно, рождается другое. Но умирает, если оно бесполезно пролежало без почвы, оно тоже может засохнуть и умереть. Но оно ничего не принесет, никакой результат. Но если есть взаимодействие одного с другим, то умирает эгоизм, умирает то, что тебе мешало работать. Потому что ты, работая над собой как терпение, как благочестие, умирает что? Самодовольство. Потому что ты думал, что ты один такой хороший и красивый, но тебя не заметили, тебя не поняли, тебе где-то перекрыли дорогу. А на самом деле начни замечать других людей, начни видеть в них ту Божью природу, которая туда вложена. И тогда в тебе какие-то вещи начнут умирать, но рождится нечто новое. И вот это рождение нового, оно и дает плод, который вкусен для тех, опять же, кто к тебе будет приближаться. Потому что почему-то так складывается, что дерево само по себе плоды не ест, а ест тот, кто к этому дереву приходит. Поэтому я хочу в этом смысле показывая эту закономерность, дать вам определенную схему, практическую схему размышления над Божьим Словом. Когда задавая вопросы, вы можете говорить «Господь», причем вопросы разные мы можем задавать по тексту. Например, сегодня мы взяли слово «благочестие». Я сейчас покажу схему, по которой мы с вами уже прошли. Слово «благочестие» с него оттолкнулись. Благая честь, потому что нам кажется, что это кому-то когда-то или там Богу самому надо оказать честь. Конечно, о Боге тут безусловно никаких споров нет. Но когда идет речь о благочестии по отношению к человеку, то это не касается только отдельно взятых статусных людей, кому мне надо оказать честь по его статусу. Здесь тоже, в общем-то, вне сомнений, если человек в статусе, то ты не потому, что он хорош, выражаешь ему почтение, а потому, что это его статус. Например, родители. И если мы знаем, как действовал закон, и это, в общем-то, заповедь, уже с обетованием. Почитай отца и мать, и будет тебе благо. Не сказано хорошую мать, хорошего отца, благочестивых родителей, почитайте. А с остальными не обязательно. Здесь идет речь о Божьем законе и о его принципах. Если ты учишься почитать тех, кто старше тебя, тех, кто заботится о тебе, тех, кому ты неравнодушен, и даже если родители не выражают тех ожиданий, на которые у тебя есть расчет, или которые Бог вложил в них, родители, к сожалению, тоже могут быть разные. Но в данном случае для детей исключения нет. Почтение остается необходимостью. Если человек учится почитать по статусу, то следующая стадия это научиться почитать просто потому, что это человек. И в нем не может не быть Божьей природы. Только либо она спрятана, либо она раскрыта, либо она раскрывается. И поэтому я могу в нем это обнаружить и начать это поднимать, расширять, почитать. И таким образом вот благочестие, когда мы с вами разобрали суть этого вопроса, что это благую честь оказать любому человеку, но найти за что и какую природу вы в нем можете обнаружить. И плюс к тому, не просто внутри себя втихомолочку подумать, надо же, а вот я этого раньше в нем не видел, а теперь это раскрылось. Но подойти и сказать ему, сказать человеку о том, что это здорово, что вы обнаружили. Сказать своим детям. Еще раз говорю, что мы часто говорим негатив в адрес детей, вместо того, чтобы сказать то доброе, что в них уже есть, и тем самым расположить их к разговору, и тогда уже можно подойти к тому, что будет непростым в разговоре, но сердце уже раскрыто, и готовность слышать она больше, чем было до начала разговора. Итак, мы разобрали слово благочестие, потом мы стали смотреть контекст. Какой контекст есть у этого слова? То есть оно не вырвано само по себе, как отдельно взятое слово, а оно стоит в цепочке. И чтобы подойти к благочестию, нам надо разобраться с предыдущими понятиями. А теперь, когда мы разобрались вроде бы с предыдущими понятиями, мы еще выше контекст взяли, что здесь надо это сделать, прилагая все старание и все усердие, которое только возможно, значит, это не будет просто. И поэтому я смотрю, в какую степень я уже приложил усилия к тому, чтобы благочестие во мне проявилось, к тому, чтобы я мог оказать человеку то внимание, которое он от меня, может быть, даже не ждал, а вообще-то хотелось бы ему иметь его. И все это связано с верой. Если мы говорим, что я верующий человек, то покажите в вере вашей. То есть, вот она точка отчета, и вот о чем мы с вами говорили в течение уже нескольких эфиров, и вера, она проявляется не только в чудесах и знамениях, которые приходят на нашу территорию периодически, но Бог дает обещание на гораздо дольше срок, чем наша жизнь, и поверить в эти обетования, и уже за это его благодарить, и оказывать ему честь благую в том, что я ему доверяю, в том, что я знаю, что он верен в своих обещаниях, и вера Божья – это вера в то, что может сделать Бог, а не то, что могу сделать я. Я свою маленькую веру, или там какую-то веру, да, которая есть у меня, любых размеров веры, она будет все равно маленькой по отношению к Богу. И поэтому, когда я беру свою часть веры и соединяю с той, которая является Божьей, и таким образом она становится мощной, чтобы сдвинуть горы. соответственно, вот такого плана размышления над Божьим Словом может вас сопровождать в течение дня. Если вы где-то остановились в этом размышлении, дальше не знаете, как двигаться, задать Богу вопрос, Господь, а что я еще не понял из того, что прочитал? Поговори со мной сейчас с Духом Святым. И тогда, когда мы задаем вопрос, что это значит, с каким контекстом это связано в тексте Писания, какие взаимосвязи я увидел здесь или какие ступени, чтобы подойти к этому понятию, которое я сейчас разбираю, то следующими вопросами может быть, и это важные, кстати, очень вопросы, что это значит лично для меня? Где нахожусь я по отношению к этому термину, по отношению к этой заповеди или по отношению к этому совету? Где нахожусь я? Просто как человек, который размышляет со стороны, либо человек, который живет внутри уже этого послания и смотрит, как мне это умножить, как мне это сделать теперь достоянием. Вы знаете, у нас был опыт в команде один молодой человек, который на тот момент еще не так давно уверовал, но когда он прочитал такое слово, сказанное, опять же, Петром, заданный Богу вопрос, до скольки раз прощать брату своему? И вы знаете, было такое понимание в еврействе три раза. Вот три раза это, в общем-то, было уже благочестие, то есть оказать честь человеку в том, что три раза его простить. Но Петр пошел дальше, он говорит, не до четырех ли раз? То есть он готов даже еще раз добавить и этим самым уже показать, что он, ну, максимум дал возможности человеку. на что Иисус говорит, или там до четырех, или до семи раз, да? А Иисус говорит не до семи, а до семижды семидесяти. Вот что говорит Иисус. Он сразу как-то это все раз и расширил до таких размеров, что уже математика некоторых не выдерживает. До скольки раз в течение дня прощать ближнего? И вот тогда, когда этот молодой человек понял, что здесь опять требуется больше, чем твои возможности, потому что даже посчитать бывает кому-то сложно, а не говоря уже о том, чтобы простить столько раз за день. То есть это, и тем более одного и того же человека, и может быть за одни и те же проступки. И, кстати, сказать прощение, это не значит, что вы сразу же выстраиваете взаимоотношения и доверие таким, как оно было. Прощение и доверие это разные понятия. Поэтому в данном случае идет речь о прощении как о том, чтобы тебе не было препятствий в твоем развитии, чтобы тебе не было препятствий в твоем здоровье от того, что ты встал на эту позицию человека прощающего. И когда ты прощаешь, тогда у тебя открыты опять двери, ты можешь двигаться беспрепятственно. Так вот, этот молодой человек, когда понял, как это можно научиться прощать силой той, которая внутри тебя, тем благословением, которое выражено как раз в благодати, о которой мы с вами тоже говорили несколько эфиров назад. Соответственно, когда эта благодать есть, то этот источник неисчерпаем. И он стал очень активно смотреть, кого же ему еще простить. Сначала это были старые вещи, в которых он разбирался, потом это стали уже бытовые вопросы, которые с ним связаны, кто с ним вместе жил, а потом он просто стал искать, ну, кто же еще может на моем пути быть, кого я могу простить. Вы знаете, у него до такой степени появился этот интерес большой, потому что ему стало это легко делать. Ведь все, что мы тренируем, оно становится все легче и легче. И если мы для себя принимаем такую тренировку на практике жизни, то тогда мы становимся сильными, потому что сильный все делает произвольно, то есть легко. И мы с вами можем дойти до этой позиции практической силы, когда мы применяем на практике то, что прочитали. И поэтому благочестие это еще не тот результат, на который нам надо выйти. Результат-то, в общем-то, любовь. А там еще следующая стадия братолюбия, а потом любовь. То вот тогда, когда мы просто учимся почитать, сначала терпеть, терпеть так, чтобы это не скрежетать зубами, а все-таки это делать, прощая внутри человека, а потом перейти к благочестию, а после благочестия братолюбия. То есть те, которые рядом с тобой, те, которые в твоей семье, как дома, так и в церкви, выражать это братолюбие. А любовь – это более масштабное понятие, связанное вообще с людьми, с людьми разного уровня, рода, разных позиций, разных состояний души. То есть любовь, она уже может ходатайствовать за преступников, любовь, она уже может творить то, что называется преображать судьбы и жизни от того, как это сделал Иисус Христос, простил нас тогда, когда мы были еще грешниками. То есть это уже результат, но до этого мы с вами проходим ступень за ступенью. Итак, что это значит для меня, как я могу это применить на практике и какой плод принесет это в мою жизнь? Посмотрите, всего несколько вопросов, но они достаточно емкие и важные. И умение задавать вопросы – это, наверное, школьная программа да еще и начального класса. Но, однако, как-то касательно священного писания люди далеко не всегда применяют это на практике. Но прочитал, вроде бы, все понятно, особенно, когда нам знакомы тексты, и мы их знаем еще с детства. Вот мы их читаем, мы их перечитываем, и нам кажется, либо слышим на проповеди, и нам кажется, что это все уже знакомо. Но копни поглубже, и это тебя начинает гораздо больше интересовать. Вы знаете, если бы еда у нас как у птиц проходила и сразу выходила, в основном у них это так происходит. Почему? Потому что им надо постоянно уметь или быть в состоянии подняться в небо. И поэтому им надо, чтобы их тело не перегружалось. И все, что им надо успеть взять за период того, когда они съели какую-то пищу, что буквально моментально какие-то питательные вещества они для себя берут, а остальное все у них проходит прямым ходом из их тела. чтобы не отягощать их организм, и они бы могли хорошо летать. Я думаю, что для нас это хорошей тоже аналогией является, когда есть какие-то вещи, отяжеляющие нас, как обида, как непонимание, как гордость, как, может быть, какие-то сомнения, то не дать им зацепить нас, а просто пройти сквозняком, и все. И тогда мы будем облегченные в том, чтобы летать, подниматься на высоты Божьи, как орлы. Итак, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, что такой итог радует всех, и всем интересен. Во-первых, возрастать в познании Господа Иисуса Христа и быть плодовитыми. Умение задавать вопросы – это интересная ценность. Сейчас я расскажу один небольшой пример или свидетельство того, как мне пришлось быть на одном круглом столе, на котором были приглашены люди разных конфессий и даже религий. Это была светская площадка, нашего педагогического университета, где на кафедре, и слава Богу за такую кафедру, которая у нас появилась, как духовно-нравственное воспитание, на этой кафедре были приглашены люди из разных духовных направлений. И кто для себя что считает ценным? Ну, вы знаете, мусульмане, буддисты, христиане разных направлений, иудаизм – это все мировые религии, и это все то, что в общем-то в мире светском считается некой духовностью. И поэтому были приглашены люди из разных направлений, из православия, из католицизма, из протестантства, несколько человек представляли христианство, а все остальные представляли в общем-то по одному представителю мусульмане, буддисты и евреи, иудаисты, иудаизм, или по крайней мере вот все, что связано с таким религиозным направлением. И каждому надо было сказать три нравственных ценности, духовно-нравственные ценности в их направлении. Что это за ценность? И, кстати, это хороший вопрос, чтобы вы могли себе его задать. Я сейчас не буду на него отвечать, что я там, допустим, написала, находясь, но, по крайней мере, вы для себя можете отметить, а какими ценностями вы бы, так скажем, себя окружили, или что вы считаете самым ценным как нравственная ценность в христианстве? И тот пример, который я сейчас говорю, почему я это делаю, меня, как всегда, удивили евреи. Потому что, если с другими ценностями мне пришлось даже несколько поспорить, например, с буддистами, потому что их ценность это была информация, знания, то при сегодняшней информации и таком количестве тех знаний, которые могут разрушить ребенка и дать ему просто доступ к информации, это очень опасно, потому что ему надо давать к информации доступ, но по мере его взросления, по мере его способности обработать эту информацию, то вот с этой ценностью, в общем-то, даже пришлось поспорить с буддистами. Но что касается евреев, то они у меня вызвали только еще новые вопросы для познания этих ценностей. Так вот, первая ценность была названа научить детей задавать вопросы. Я думаю, что это то, над чем стоит подумать, потому как если ребенок с детства учится задавать вопросы, то он будет задавать себе их во всем. И в частности, если ему что-то предлагается недостойное, то он задаст себе несколько вопросов. А кто я? Если я человек успеха, если я человек цели, то отвлечет это меня от цели или нет? Вот то, могу ли я достичь тогда, если я сейчас время свое потрачу вот на эту безделушку? А если эта ценность и поможет мне достичь мою цель, то тогда я на это обращу внимание. Чувствуйте, до какой степени такой ребенок будет защищен от лжеучителей, от приманок сатаны, которые могут вставать на его пути. И чем это мне обернется через несколько лет, если я сейчас стану на этот путь? То есть он учится анализировать то, что сейчас ему предлагается за счет вопросов. И в этом смысле христианам надо научиться от евреев, опять же, от наших старших братьев научиться этим вещам. А что значит для меня это послание, о котором я сейчас прочитала? И если я начну жить в таком направлении, как может быть я не привык еще жить, потому что нас этому могли не учить? Либо нас учили правилам, которыми мы взвешивали друг друга и друг друга строили под эти правила, но таким образом и себя загоняли в какие-то ловушки, и других причесывали под вид благочестия, а не то, что является на самом деле оказать благую честь другому человеку. А вот вид благочестия это научились часто делать, и это у нас есть даже правила свои, что входит в эти рамки благочестия, что не входит. А на самом деле Христос всегда смотрел на сердце, Христос всегда смотрел в глубину, и вот там, где вера рождается, вот там, где вера формируется, вот там, где вера дает корни, и потом рождаются от нее плоды, видимые для всех, и которые могут напитать других людей. Исходя из этого, вы можете задать себе вопрос, какие плоды сегодня на моих ветвях кого кормят? Кому они приятны, а кто от них подобного рода вещи вы начинаете чувствовать, понимать и слышать в своей жизни, то тогда вы начинаете останавливаться там, где нет плода. Не идете дальше по этому пути, даже если вы прошли, может быть, не один десяток лет, но начинаете тогда, задавая вопросы себе, говорить, Господь, а ведь я хочу принести плод. И вот то, что сказал Петр, я хочу в этом преуспеть, не остаться без успеха и плода в моей жизни, не остаться без познания Господа Иисуса Христа как Господина, не просто Господина моей жизни, а как жениха моей души и как друга моего сердца. Я хочу Его познавать больше и больше, чтобы мне не быть параллельно где-то с Ним, а сливаться с Ним, чтобы Его образ был виден через мою жизнь, чтобы Он был виден в моих глазах, чтобы Он работал через мои руки, когда я прикасаюсь, чтобы это прикасался Он. Кого-то надо приласкать, я прикасаюсь, а прикасается сам Иисус. Кого-то надо исцелить, я прикасаюсь, а исцеляет Иисус. То есть Он это делает, потому что мы слились с Ним. По знанию я не останусь без успеха и плода. Итак, друзья мои, я хочу благословить и себя, и вас пониманием сути вещей, умением задавать вопросы, двигаться по дороге жизни, имея возможность периодически останавливаться и познавать путь древний. Остановитесь и познайте путь древний, как говорит пророк Еремия, чтобы знать, по какому пути идти дальше. Древний путь – это не путь традиций. Древний путь – это путь, который Бог однажды указал, и в нем-то не осталось перемен, разве что посредством Нового Завета Иисус Христос соединил уже человека с Богом, но ценности, они же только усилились в Новом Завете, а не были отменены так, что они никчемные. Просто теперь есть возможность это делать силой воскресения Иисуса Христа, а не собственными потугами и усилиями, которыми мы себя удерживаем от греха, удерживаем от каких-то проблем, которые нам кажутся проблемами в другом, и мы себя огородили стенами, и вот теперь ждем, когда нас отсюда Господь заберет в свое царство. Вы знаете, если бы все ценности были сосредоточены в царстве Божьем, и здесь человек получил спасение, то после этого он бы сразу был взят с земли, и, наверное, как только уверовал, крестился и сразу на небеса. Но так не происходит. Мы остаемся здесь, потому что нам еще надо приобрести ценности нашего характера, нам важно еще приобрести награду, которая нас будет ожидать в вечности. Спасение-то мы получили даром, а награду нам надо получить. Характер – это то, над чем мы работаем вместе с вами, а значит, не заточение мне это позволит сделать, а как мы уже сегодня говорили, взаимодействие, потому что я не могу, быть благочестивым без кого-то рядом, кому мне надо оказать честь. Я не могу быть терпеливым, если я не знаю, кого я как терплю и как я выстраиваю эти взаимодействия друг с другом. Итак, друзья мои, в завершении нашего утреннего эфира я хочу с вами совершить короткую молитву, и мы с вами вечером сегодня продолжим. Это будет уже последний эфир перед нашим отъездом, поэтому если какие-то у вас вопросы все-таки накопились, то на последнем эфире желательно их задать. Это будет вечером сегодня в семь часов. Поэтому сейчас короткая молитва в завершении эфира, но в благословении дня. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что могу благословлять каждого, кто был свидетелем этого эфира, и кто еще будет этим свидетелем. Я благодарю Тебя, что мы сегодня могли углубляться в Твое слово, потому что это самое ценное, что мы можем иметь на этой земле, когда мы проникаем в глубину и в суть вещей, потому что мудрый знает суть вещей. Мы хотим быть в числе мудрых людей, которые знают, из чего и как строят свое жилище, из чего и как строят свое спасение, потому что фундамент положен, а наша жизнь сегодня, она является возможностью проявиться Богу во всех гранях, которые у Тебя есть для нас сегодня. Господь, я благодарю Тебя за силу Твоей любви. Я благодарю Тебя за силу Твоей мудрости и совета. Я благодарю Тебя за то, что Ты с нами и через нас, за то, что Ты в нас хочешь явить в себя. И пусть это проявление будет без искажений. Я благословляю сейчас сегодняшний день каждого, кто будет трудиться или заниматься своими, может быть, обычными делами. Но я благословляю каждого человека знать Тебя, слышать Твой голос и понимать Тебя. Да будет имя Твое благословенно. Я благодарю Тебя, что Ты нас слышишь и Ты отвечаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok